Слезан асфальт до отметки. В ближайшее время будут устраиваться покрытия асфальтобетонные на участке от улицы Рахово до Лерасево. Рассказывает о тонкостях дорожных технологий, которые в ближайшее время воплотятся в жизнь на улице Московской. Это очередной этап масштабной программы по восстановлению важнейших магистралей. Глава города инспектирует ход ремонта дорожного полотна. В городе продолжается работа по реконструкции дорог, строительству новых дорог. Основная магистраль – проспект Страницы. В этом году мы ее сделаем от проспекта Творца Пионеров до Кольца. В течение уже двух-трех лет занимаемся дорогами. В первую очередь делаем основные автомагистрали. Большой поток автотранспорта, основные развязки. Но не забываем о второстепенных. Покрытию пророчит статус долговечного, потому что в работе используют новые технологии и современные материалы. На главных улицах усиливают дорожную конструкцию, на второстепенных просто тщательно следят за качеством. Нагрузка все-таки не такая, как на центральных магистралях улицы, это не как на Московской, проспект Строителей. Здесь просто следим за качеством, хорошего качества делаем, на хорошем щебне, битву хорошей. Московская – центральная артерия города, насыщенная всевозможными магазинами и кафе. Между тем, парковочных мест предусмотрено недостаточно, а возможной для этого участки заняли рекламные проспекты. Сейчас я обратил внимание, очень мало карманов, но подрядная организация заверила, что они эту ситуацию исправят. Кстати, вот у Билборда, он вам здесь мешать будет, он будет спилить. Реставрируют главную дорогу Ленинского района. Проспект Строителей обновят уже к 1 сентября, на участке от Дворца Пионеров до Кольцевой развязки на Сокурском тракте. Главным нововведением на этом участке дороги стали вот такие непривычно высокие бордюры. Они служат специально для того, чтобы в дождливую погоду грязь зеленых насаждений не попадала на дорогу и не мешала проезду водителей. Постепенно берутся и за второстепенные дороги. Например, преобразилась улица Блинова, где еще весной передвигаться было невозможно. Автолюбители проявляют терпение и ждут, когда смогут без препятствий ездить по обновленным дорогам. Небольшие трудности приходится испытывать сейчас, конечно, но я думаю, что это даже приятные трудности, потому что когда-нибудь все закончится и есть чем сравнивать новые дороги, которые реально по новой технологии отреставрированы и старые, что сейчас остались. Земля и небо. Так что не останавливаться на этом, а продолжать. Город преображается. На ремонт автомагистрали в этом году выделили около 700 миллионов рублей. На эти средства планируют отремонтировать 33 дорожных объекта. Влада Черняева, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.